Итак, тема сегодняшней лекции Одно интересное свойство денег Которое я хотел бы с вами обсудить Я бы хотел буквально вывернуть его наизнанку Итак, кто мне назовет четыре свойства денег? Назовите четыре главных функции валют Кто-нибудь знает? Средство обмена, верно, это раз Средство хранения, это два Нет, это не способ использования денег Это только его свойства Еще два свойства Расчетная единица Отлично Что же четвертое? Система контроля Что? Я таком не читал Система контроля Деньги существовали на протяжении тысячелетий Или даже десятков тысяч лет Очень трудно сказать, когда появились деньги Но настоящие деньги отличаются от денег прошлого За последние 50 лет фундаментально изменились деньги Валюта И система разъяснения ценности другим людям У нас есть три составляющие Средство обмена Расчетная единица И средство хранения Они существовали на протяжении тысячелетия А потом что-то произошло В 1970 году Ричард Никсон подписал закон О банковской тайне И превратил деньги в систему контроля Которая пытается Использовать деньги в политических целях Решает, кто может отправлять И кто может получать деньги И кому их можно посылать Главной целью этой системы является Абсолютная слежка За всеми финансовыми операциями По всему миру Тотальная Тоталитарная финансовая слежка Эта перемена Пятидесятилетней давности Понемногу проникла В каждую страну мира В каждый финансовый институт мира В каждый банк мира В 1970 году Ричард Никсон превратил Сферу финансовых услуг В правоохранительные органы У которых нет границ Ограничений в сфере деятельности И, что наиболее важно У которых нет надлежащей правовой процедуры Которые не контролируются Политически или демократически Которые не защищают Права потребителей Полицейский может конфисковать Ваши деньги Судья может подписать Ордер на заморозку Ваших счетов Банк может сделать И то, и другое И для этого ему не нужно Чье-либо разрешение А вы ничего не можете С этим сделать И это происходит По всему миру Система контроля Это свойство денег Стоящее во главе Всех остальных Свойств Когда деньги превратились В инструмент принуждения Другие их функции Стали исчезать Теперь деньги Это не лучшее средство обмена Потому что эта функция Подчиняется другой функции Системе охраны Правопорядка Системе контроля Система контроля 20 лет в развитии Она не совершенствуется Два с половиной миллиарда Вообще не обслуживаются В банках Четыре миллиарда людей Не пользуются Банковскими услугами По факту Лишь полтора миллиарда людей Имеют доступ К полноценной Привилегированной Элитной форме Банковского обслуживания Которое можно пользоваться В большинстве западных стран С либеральной демократией Но даже здесь мы имеем Лишь крупицы доступа И контроля Сколько людей Из всех присутствующих Являются аккредитованными инвесторами Лишь несколько человек Вы входите в одну десятую Одной десятой Одной десятой процента В мире Финансовая система полна дыр У одних людей Есть более полный доступ Другие имеют больше прав В получении помощи А третьи обладают Полным иммунитетом Некоторые люди Совершают преступления Против миллионов людей Автоматическая реализация Залогов Мошенничество Со ставкой Либор Махинации На рынке золота И никто не сядет За это в тюрьму Почему? Потому что деньги Превращаются В систему контроля Компании Предлагающие Финансовые услуги Становятся представителями Этой системы Охрана правопорядка И контроля В качестве представителей Они получают Некоторые льготы Одна из таких льгот Они никогда Не сядут в тюрьму Конечно, есть исключения Существуют фундаментальные правила Которые всегда действуют В нашем обществе Берни Мейдов Сел в тюрьму Он совершил фундаментальную ошибку Украл у богатых Никогда не делайте этого Лишить залога Десяти миллионов бедных людей Без проблем Создать Три с половиной миллиона Фейковых аккаунтов В Уэллс Фарго Без проблем Потерять 143 частных записи В Эквифакс Давайте сделаем ставки Как много членов руководства Сядут в тюрьму Не один Система контроля Разрушает саму основу денег Пока та Не перестанет быть Средством обмена Эта система Исключает людей Из экономики Мы уже 25 лет Живем в эре интернета И все меньше людей Принимают участие В экономической жизни мира Исторически Мы возвращаемся назад Потому что все больше стран Отключаются от мировой финансовой системы Вы не действуете в интересах США У вас больше нет SWIFT-кода Вы больше не сможете участвовать В сети без наличных переводов Вы подчиняетесь юрисдикции Всемирной юрисдикции Американских судов Как это пришлось сделать Швейцарии В обратном случае Вы теряете доступ К международным банковским услугам Вы теряете доступ К резервной валюте Вы теряете доступ К источнику жизненной силы Сделка с дьяволом Сделала финансовые услуги Недоступными для конкуренции Они защищены множеством правил Эти правила касаются Незащиты потребителей Потребители Это самые незащищенные лица Они глубже всего застряли В этой системе контроля денег Находясь под давлением законов Политики А иногда и под прямым политическим денежным давлением Деньги не подлежат свободному перемещению У меня для вас плохие новости Эти золотые слитки, которые защищают банки от всего В том числе от конкуренции Образуют золотую клетку, которая держит их внутри системы Которая предотвращает внедрение конкуренции снаружи Которая также защищает банки от инноваций на свободных рынках От расширения бизнеса И в конце концов находится под политическим контролем Функция средств охранения больше не работает Вы не будете хранить валюту, которая может быть конфискована по чьему-либо желанию Заморожена любым банкиром в любой момент времени Это не средство хранения Страны не могут использовать валютный резерв для покупки нефти Или в качестве резерва иностранной валюты Потому что если вы затронете сверхдержавы То они отберут у вас доступ к ресурсу Вы просто не сможете использовать нефть Вы не можете использовать деньги в качестве средства обмена Потому что вы не можете обменивать их свободно и с кем хотите Постепенно этот разрушающий процесс становится все сильнее Но появилось что-то новенькое Система денег, которая работает в сети Это первое и главное средство обмена, хранение И, возможно, в один прекрасный день станет средством расчета Но никогда не станет системой контроля Сама природа этих денег противоречит системе контроля Принцип этих денег Нейтральность Открытость Неограниченный доступ и иммунитет к цензуре Банки не могут играть в эту игру Они заперты в своей золотой клетке Играют в полицейского, следящего за мировыми сверхдержавами Они предлагают экономические услуги Лишь небольшому количеству населения планеты Возлагая на жертвенный алтарь бедности 4 миллиарда людей Чтобы создать имитацию буржуазной безопасности У среднего класса населения Продавая им ложь Федеральная корпорация страхования вкладов говорит Не бойтесь Ваши деньги застрахованы Так ведь? Сколько из здесь присутствующих застраховали вклады В Федеральной корпорации страхования вкладов? Или другой организации? Как вы думаете, сколько греков застраховали свои вклады? Все! Что с ними произошло? Пуф! В один прекрасный день 20% исчезло Страхование чего? Вас или банков? От чего защищает это страхование? От мелких неприятностей? Да, но не от крупных От крупных неприятностей невозможно застраховаться Сколько из здесь присутствующих хранят деньги в банках? Никто? Да ладно вам, вы же адвокаты, вы все понимаете Многие из присутствующих адвокатов, верно? Аренда! Это не ваши деньги У вас есть счет Законная структура Которую они вам предлагают в обмен на необеспеченный заем ваших денег Благодаря чему они могут выдавать кредиты своим клиентам Вы не владеете деньгами на вашем счете законно У вас есть законная структура, с которой возможно, вероятно Вы можете снимать деньги в удобном им размере Если вы, конечно, не столкнулись ни с тем человеком Ни пошли, ни на тот митинг Не связаны ни с той организацией Не голосуйте ни за ту партию Возможно, такого нет в Канаде Но в 94 странах из 100 эта модель превращения денег в систему контроля Разрослась как огонь Потому что это сладкая мечта любого диктатора Эта система очень эффективно позволяет наказывать политическое инакомыслие с помощью банков Это одна из самых эффективных систем контроля Которая когда-либо существовала Теперь этой системе придется соревноваться с новой системой Которая от нее отличается Которую нельзя использовать в этих целях Которую нельзя испортить или разрушить Что же говорит самая старая система? Ха! Биткоин — это ничто Криптовалюты находятся вне системы А ведь никто не хочет быть вне системы А знаете что? Сейчас там находятся 6 миллиардов людей Они не хотят быть вне системы Они бы предпочли находиться в ней Но их никто не пригласил И, скорее всего, не пригласит Многие из них не могут совершать действия, необходимые для того, чтобы попасть в систему И знаете что? Существует целое поколение Которое открыло две формы силы людей Первая — это голос А вторая — это выход Вы можете использовать свой голос Выражать свои политические взгляды И провоцировать изменения А когда все это не сработает Вы воспользуетесь второй, самой важной силой Которая есть у всех людей Это возможность выйти из системы В течение тысячелетия люди не могли выйти Выход был замедлен Потому что мешали границы Нельзя было просто так эмигрировать Перестать, перенимать участие Поселиться в другом месте Уехать, выйти Но что если выход — это не физическое действие, а виртуальное? Что произойдет, когда люди решат выйти из финансовой системы виртуальным способом? VR-выход Bit-выход Вы можете оставаться в золотой клетке Ее население постоянно Она перегружена Тонет в долгах Не подлежит контролю И служит каждой мельчайшей части населения Можете ничего не делать Целое поколение миллениалов Больше не верят в сказки О банковской безопасности Будущих возможностях Отсроченных доходах Процентных ставках Ипотеках Они выйдут Они уже выходят толпами Не только здесь Это происходит даже в странах Где существует внутренняя система финансов Где система контроля действует Деспотически и угнетающе Китайцы выходят толпами А ведь все только началось Биткоин существует всего 9 лет Чем же занимаются члены этой системы? Что делают регулирующие органы в ответ системе Которой невозможно управлять? Они пытаются управлять теми крохами Что у них есть Они контролируют обменники Они контролируют банковские счета Они контролируют национальную валюту Они закрывают входы и выходы Они говорят Мы не позволим вам забрать с собой ваши деньги Что же отвечают им миллениалы? Чувак У меня нет этих чертовых денег Все, что у меня есть Это мой творческий потенциал Мой дух Моя продуктивность И я могу продавать все это напрямую за биткоины без обмена Без входа и выхода А если мне что-то понадобится купить То я использую цифровую валюту Мне не нужно вновь входить в твою систему В которую я никогда и не был приглашен Закрывайте входы Закрывайте выходы Я все равно останусь на плаву В цифровом мире Мне больше не нужна ваша золотая клетка Потому что мне не нужны вы Я выхожу Спасибо Больше информации о биткоине и свежие новости На сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Рассказывайте друзьям Поддержите проект Переведя немного биткоинов по адресу на экране Это поможет продвижению биткоина и его распространению